Здоровки, Амиго! Я рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на трудности перевода. Погнали посмотрим! Уф! Я успеваю реально по ним соскучиться, по трудностям перевода даже иногда. Так, ну, естественно, начало без музыки. Смотрите, я тут подумал, надо бы внятно кое-что прояснить в связи с конкретным типом комментариев. Ну блин, ну шо такое-то? Ну что такое? Какая-то музыка. Походу, музыка хорошо там засела. Давай-ка. Видал я таких, как ты? Во! Что-то там проясняется. Видал я таких, как ты. И не раз. Утрированная аналогия с институтом локализации, скажите вы, но одни из нас отвечу я. Прекрати. А, вот. Искать виноватых и поливать их жиденьким, это не сама цель трудностей перевода, а лишь побочный эффект. Ну и по той причине еще я это делал... Да что это такое? Получится так называть хорошей адаптацией. С оговорками, разумеется. И сейчас о них. О том, каким образом даже хорошие локализации искажают первоисточник. Самое больное их место, когда речь заходит о переводе, это эпизоды, которые на русский в условиях липсинка перевести и не получится толком в полной мере. С сохранением того же и смыслового, и эмоционального окраса. You're not going to kill the Antichrist with a revolver Nathanael. He's much too powerful for the Antichrist my ass. Get that gun out of my face. Например, фразу вот такой конструкции, означающую, грубо говоря, что-то из этого. В дубляже от нее остается экспрессия и слово Antichrist, но внятно эти два элемента никак не связаны. Как раз звук-то нормальный, да? Antichrist не убить из пистолета, Натаниэль, он слишком могущественный. Antichrist, твою мать! А ну убери пушку! Потому что у нас так не говорят, по крайней мере в том контексте, который представлен в игре. Крылатые фразы могут терять каплю своей крылатости, потому что липсинг. Ты спасла мою жизнь. Я уже regretted. Ты спас меня. Я жалею об этом. Ты в порядке? Больше с ним, я думаю. Вы в порядке? Жить буду, наверное. Следующий уровень крылатости некоторых фраз оборачивается тем, что из диалогов пропадает остроумие, потому что у нас так опять же не говорят. Играйте. Я пробовал. С тех пор владелец поля жаждет моей крови. А вы не хотите попробовать? За судьбу лужайки, не беспокойтесь. Я влиятельный человек, мистер Шелби. И высоко ценю верных людей. Пытаетесь меня купить? Сколько будет стоить мое спокойствие? Я думаю, что вы не понимали меня. Я не играю в этот гейм. Вот так не говорят. Говорят у нас вот так, но это ясен пень не вписывается в образ взрослого человека. Результат? Метафора сделала бум. Вы меня не так поняли. Меня не купишь. Из-за чего дубляж лишается таких прикольных мелочей, совокупность которых на протяжении всей игры мою позицию, оригинал дает больше, чем дубляж, и формирует в большинстве случаев. Туда же можно подобные мелочи добавить. Я знаю, что вы арестовали и допросили. До того, что ваш отец сделал телефон. Файл был закрыт. Я знаю, что вас арестовали и допросили. Но ваш отец сделал все, чтобы дело закрыли. Сделать все, что потребуется, и обойтись одним единственным телефонным звонком. Что мне наушники подглючивают? Я такой раз-раз, то громко, то тихо, то тихо, то громко. Это разная характеристика уровня влияния персонажа. Помимо понятных упущений, есть и незначительное количество ошибок, все же добавляющих абсурда. Полиция идет по его следу. И мы надеемся вскоре сообщить вам подробные приметы этого преступника. И от себя тина человека, который решил, что оригинальную метафору нужно было развивать еще дальше. И пробуждение от кошмара какого-то хрена превратилось в титры, что не несет в себе смысла в контексте. Иногда я думаю, что просто смотрю страшный фильм, и того и гляди, пойдут титры. Прочие мелочи из разряда доебаться. И я их озвучиваю просто потому, что хронометраж не казенный, чё бы не потянуть. Например, убийца оригами. Это в локализации мастер оригами. Чтобы, наверное, не создавать ассоциации с маньяком, хладнокровно раздирающим на лоскуты фигурки из бумаги. Война английской системы мерсметрической окончилась тем, что говорят нам вот это... Значит, жертвы погибают при шести дюймах осадков. А пишут это. Ну и мат, само собой. Его отсутствие в локализациях, это понятно. Но такой перевод слова «фак» достойен упоминания. Как? Фак! Эй! Ну и в конце концов... Что? Эй! Эй! Что это было? В игре, которая состоит из вот этого... Что? Что это было вообще? А ведь это не просто Велодия. Только олдскулы поймут, о чем речь идет. Это Happy Three Friends. Это очень безумный, кровавый, стрёмный мультик. Happy Three Friends. Да-да! Олды! Да-да! Я знаю, что у каждого почти на мобилке был этот мультсериал. Угу. Но не все о нем помнят. А молодежь так точно. Довольно странно слышать подобную адаптацию ругани. Ты расскажешь мне о человеке, с зеленым автомобилем? Поприкай себя в голову! Ну-ка, живо выкладывай, кому ты продал машину! Ах ты, козел вонючий! И черт возьми, сколько можно эксплуатировать этот несчастный анекдот? Холодно. Что, на тебя навели оружие, ты такой говоришь? Ах ты, козел вонючий? Нормально. Хе. Хе. Что за бред? Что за... Ух, хорошо. Зато грязно. Самое ключевое, что я люблю в каждом выпуске трудностей перевода, на все есть объяснение липсинк. Естественно. Обожаю свою работу. В четвертой Uncharted он хотя бы был использован, чтобы сгладить неловкость в дубляже, повисшую из-за непереводимой игры слов. Вэл, вэл, вэл. О, голодец. Хе-хе. Геет? Ты знаешь, это... Это вэл. Темно, мокро, но зато грязно. Но здесь-то он нахера. Это холодно. Это горячо. Я стою на улице, я взялся. Я знаю, как я люблю работу. А, это не речь героя о мысли. Тогда понятно. Во второй главе и вам понятно станет. Да-да. Кстати, мне начинает казаться, что есть люди, которые смогли бы и тот эпизод в Uncharted на русском обыграть. How long have you been at kamataj, mister... Doctor. Давно вы пришли в kamataj, mister... Doctor. Mister doctor. Mister лишний. А, да? Ну... Ну ладно. Возможно. К примеру, этот. Уж если кто сможет, то они. Но вернемся к нашим баранам. В конце концов... Нормально, нет, тоже нормально. Только они... Под выпуском трудностей Beyond Two Souls, некоторые вопрошали, мол, какого хрена ты прощаешь переводу одной игры? Я просто, я каждый раз объясняю, я просто каждый раз удивляюсь на то, как любят от себя тяну. И то, от чего бомбишь при разборе перевода других. Отвечаю. Потому что бомбеж обусловлен переводом всей игры в целом. А я могу лишь охарактеризовать масштабы трагедии. Ведь все, из-за чего перевод меня бесит, показать не получится. Примеров выпуски почти всегда плюс-минус одинаковое количество. И работая над трудностями Watch Dogs 2, к примеру, я выделил вот столько криво переведенных сцен за всю игру. Это дохера. Чтобы показать все эти примеры в выпуске, понадобилось бы почти 25 минут хронометража. Без комментариев и без контекста. Только конкретные фразы или их обрывки. И, блин, это нехилая концентрация допущений перевода. В случае с Heavy Rain я показал все, к чему у меня были претензии. И уложился в 5,5 минут. То есть это действительно единичные случаи, какой-нибудь отсебятины и опечаток с ошибками. А таким количеством претензий на весь хронометраж игры, я думаю, можно пренебречь. И смело назвать перевод отличным. Не идеальным, но таких и не бывает. Здесь каждая реплика была переведена, как и в случае с Beyond Two Souls, людьми, вникающими в контекст, отдающими себе отчет в том, что они посредники между оригинальной версией игры и конечным потребителем, а не авторы ремейка. И результат на выходе впечатляет. Это достойный результат. Липсинг в Heavy Rain жесткий. Не настолько, как в кинематографе, но все же тайминги намертво зафиксированы, а нареканий на предмет попадания в губы почти нет. Жертва для него — это образ, символ. Похоже, фигурки оригами и орхидеи — это подарки, попытка загладить свою вину. Если в связи с этим липсингом что-то приходится перефразировать, то смысл сцена не теряет. Что тут у нас тряслось? О! Судя по запаху, пора сменить подгузник. Видно, что переводчики знали, о чем говорят персонажи, с кем, в каких условиях, благодаря чему локализация не генерирует тупость. Хрен знает, почему здесь реплика обозначена именем Шарлин, вместо слова «надолго». Но суть в том, что если нажать на крест, персонаж спросит у Шарлин, надолго ли это. Думаете, это надолго? Это я к тому, что даже в случае с подобной, не понять, почему измененной формулировкой, перевод опирается на контекст. Он не сделан вслепую, и персонажи в нем никогда не несут бессвязную чушь, не имеющую отношения к происходящему. А этим далеко не каждая локализация даже из числа хороших может похвастаться. С не меньшим уважением локализация относится и к озвучке, хоть второстепенных ролей, хоть ключевых. От жены главного героя До простого отморозка От капитана полиции В этой стране сотни убийц, но знаете ли, этот маньяк оригинал? Оставляет цветы и оригами эти. Пойди пойми. До мажора Я сажаю жертв в машину, топлю в дождевой воде, потом бросаю на пустыре за реками, зажаты в кулаке и орхидеи на груди. Или религиозного фанатика. Я был здесь, я молился. Весь день. С вами кто-нибудь был? Нет. Нет, я был один. Мой любимый пример зачетного дубляжа массовки – «Щокнутый доктор». Я не имею никакого инструмента здесь, поэтому я использую то, что происходит с руками. Я надеюсь, что вы не держите против меня. Инструментов у меня нет. Использую подручные средства. Надеюсь, вы на меня не в обиде. И, конечно же, араб с акцентом. А че нет? А че бы и нет? Ну-ка. Мой сын мертвый, мистер Шелби. Блин, мистер Шелби. Мне аж вспоминаются острые козырьки сразу же. Вообще, у меня связь с Шелби. Все, у меня в голове сразу же. Сбывают только они. Я не имею в виду ничего. Мой сын уже мертв, мистер Шелби. Мне нечего добавить. Боже, спасибо вам. Спасибо. Акцент есть еще, да? Почему бы и нет? Акцентик, акцентик, йоу. Объединяет дубляж, сделанный с чутким вниманием к оригиналу. Как и в случае с переводом, актеры знают, что должны играть и как звучать. Поэтому и наш зритель видит в той же степени годную озвучку, что из-за бугорной. И тех же в точности персонажей, что из-за бугорной. Не то чтобы все стрелы попали в яблочко. И вот этот игрок в Сидж со стажем далеко не такой мерзкий в русской версии, каким был показан в оригинале. И Манфред звучит далеко не таким дряхлым. Но все же желание соответствовать первоисточнику проглядывается в дубляже каждого переозвученного персонажа. Пусть и не каждый из них дотягивает. Ах да, здесь есть и Алексей Борзунов. Хочу просто обозначить свою позицию в отношении его ролей, как уже обозначал ее в отношении всех ролей Дмитрия Филимонова. Если он озвучивает персонажа, то индивидуальность этого персонажа пропадает к херам. Потому что вот Чарльз Крэмер. Гордый мой сын. Он так плакал, так сожалел о случившемся. А вот Питер Паркер. Хватит тебе болтать о миссии! От твоих великих замыслов никакого в руку! Если богатый старик из видеоигры и Человек-паук из мультсериала звучат одинаково, развивать тему дальше не вижу смысла. Но зато айбом мне еще напоминает из богатенького Ричи. Этот голос достаточно... Достаточно знакомый мне. Любой персонаж в любом произведении и в озвучке Алексея Барзунова будет Алексеем Барзуновым. У тебя средневековые методы! Я тоже буду действовать один! По крайней мере для меня. Еще одна тема, которую я бы в принципе в этом... Но я могу назвать его голос уникальным. По-своему, но и узнаваемым. Не затрагивал дыхание стоны всхлипы. Не затрагивал бы потому, что уже самому надоело. Но в этот раз у меня есть вопрос, который я не могу не задать. Вот здесь дубляж использует оригинальное дыхание. Ключ у вас есть? Здесь тоже стон остался нетронутым. И даже здесь крики переозвучены не были. Знаете, где были? Да, вот тут. Зачем? Скажи, зачем? 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 И не то, чтобы переозвучено прямо из рук вон плохо, или это вообще сильно на что-то влияло бы. Мне просто интересно, зачем? Не имею ни малейшего понятия. Зачем? Просто зачем? Вообще, дубляж в Heavy Rain чаще всего выглядит фальшиво не из-за дубляжа, а из-за самой игры. Потому что оригинальная ее версия выглядит так же. Анимация зачастую это полный пи***ц. Каменные лица во время разговора достойны последний масс-эффект. А гримассы, спонтанно возникающие в случайный момент времени, Андромеду могут с легкостью переплюнуть. Да, конечно, это 2010 год, а не 17-й, но просто чтобы расставить точки. Если голос персонажа произносит А его лицо при этом очевидно говорит то это в 100% случаев вина оригинала, а не кривого перевода или отыгрыша актеров дубляжа. Можно зайти? Что это? Это похоть? Это зевота? Это спазм? А, нет, это просто случайный пресет выражения лица. И я могу лишь надеяться, что у этого чувака предполагалась зубочистка во рту. В противном случае, это какая-то страшная, вероятнее всего, неизлечимая болезнь. А, ну еще в Heavy Rain есть такой персонаж, как Лорен. Я везу вас домой. Стало слишком опасно. Ну нет. Мы же с вами напарники, таков уговор. И то, что вы сейчас услышали, это хорошая озвучка. В дубляже игроку хотя бы не приходится время от времени напрягать весь свой организм, чтобы понять, что она там промямлила. Мы партнеры, помнишь? Мы были договоры. И нет, никаких логичных внутриигровых оправданий этому. Типа, она только что перенесла операцию на челюсти и не отошла от местного наркоза в рожу. Нет таких оправданий. Она просто хуево играет в оригинале. Я чувствую, что ничего, но вовремя для тебя. Ничего, но вовремя. Как ты могла это сделать мне? Скажи мне, кто орегами-биллер. Я хочу знать, кто убил моего сына. От многих я слышал, что Итан в английской версии ужасен. Но тут я уже согласиться не могу. Он звучит весьма своеобразно, но все, что надо, вроде бы отыгрывает. Не Нолан Норд, но все же глобальных вопросов, как та же Лорен, лично у меня не вызывает. Я думал, что я имею в виду что-то для тебя. Слушай, я... Ты очень хорошая лошадка для журналистов! И Илья Исаев ему не уступает ни разу. Я думал, что важен тебе. Слушай, я... Ты неплохой врач для долбанной журналистки! Наверное, одно или два ребра сломаны. Это не фейдл. На самом деле, в той же степени хороша русская озвучка всех четырех главных героев. Это Итан Марс. Я выпил яд час назад. И я не умер. И не умер. Норман Джейден. Ты имеешь право, чтобы остаться в течение. Ничего... Черт, не сейчас. Ничего, что ты говоришь, канон будет... Эй, ты выглядишь, как у тебя есть проблемы, чувак. Вы имеете право хранить молчание. Черт, как не кстати. Все, что вы скажете, может быть... Да у тебя проблемы, чувак. Я... Я... Я не могу. Я не могу. Я не могу. Скотт Шелби. У него голос тоже кайфовый, по-своему. И довольно-таки очень знакомый, узнаваемый. Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца. И Мэдисон Питч. Крик! Крик! Эйтан, крик, это будет нас ударить! Скорей! Скорей! И это скорее наше собьет! Ээээ... Можно... Можно я попить? Ты знаешь, просто немного попить, чтобы укрепить лес? Можно мне... Можно мне выпить? Знаешь, чтобы расслабиться? Сломать ли он? А вообще нет. К последней у меня все же есть вопросы, причем серьезные. Примеры хорошей озвучки есть, типа показанных, но... Очень часто она куда менее выразительна в дубляже. Вы ранены. Вам нужна помощь. На коробке написано принимать один раз в сутки. Думаю, не стоит превышать дозу. А к троице парней у меня вопросов нет вообще. Дубляж у них отменный. Но... Все-таки есть но, да? Но значительную часть Heavy Rain занимают мысли этого играбельного квартета. И их адаптация – это пример чуть ли не самой убогой локализации среди крупных известных игр. Я тут распинался, как же классно озвучены герои на русском, насколько достоверно они передают оригинал, насколько хорошо переводчики вникали в контекст, а режиссер дубляжа в нюансы английской озвучки. У нас только несколько часов осталось, чтобы спасать Шона Марса. Без пустого шума в где-то. Он, наверное, меня вновь смотрит. Этот ребенок умер, и я иду в круги! на спасение шона марса осталось пара часов должна же быть хоть одна зацепка наверняка у меня под носом мальчик умирает а я топчусь на одном месте так вот все это ни малейшего отношения не имеет к такой немаловажной составляющей для атмосферы как внутренние голоса героев которые доступны для прослушивания почти в любой ситуации и дают игроку понять что творится у персонажей в голове в этих ситуациях в наше время для переозвучения игры в лучшем случае актеру предоставляется видео со звуком или просто звук или только режиссер который вынужден на пальцах объяснять как нужно озвучить каждую сцену но последний всегда должен быть ознакомлен с оригиналом иначе такую игру не дублировать и иначе они в наше время не дублируются я дубляже серьезных сюжетных игр типа heavy rain корейские ммо не в счет простецкий пример holy crap и holy fuck можно озвучить огромным количеством способов и если никто не знает как это произносилось в оригинале ты нормально попадая в сцену эти слова и не сможешь переозвучить локализаторы heavy rain знали и смогли я свечку не держал но учитывая как озвучена вся остальная игра либо доступ к исходному материалу у локализаторов был полный либо режиссер используют магию вне хогвартса каждая деталь там была учтена вплоть до того что герой завязывает галстук во время разговора объема я вымет из мой они были реально подготовлены точно подготовлены серьезно они были к этому всему готовы та же часть локализации о которой я веду речь сейчас вообще никак не опиралась на первоисточник let's hope is not home будем надеяться его нет дом такое ощущение что локализатором был предоставлен для озвучивания мыслей героев просто сплошной текст с репликами в случайном порядке актеры не понимают что говорить режиссер не понимает что происходит я не понимаю какого хера what the heck is happening to me i must be going crazy что со мной происходит я схожу с ума сравните это с переозвученным holy crap don't try to stop me don't even fucking try не пытайтесь остановить меня даже не пытайтесь мысли героев не имеют связи с реальностью шелби может просто ходить по магазину в поисках ингалятора про запас и звучать при этом как будто он прям щас кони двинет от приступа астмы ингаляторы в дальнем углу магазина с таким же успехом он может сидеть у себя в кабинете и просто смотреть вдаль и тоже задыхаться так будто он не сидит на стуле а бежит в эту самую даль уже полчаса такая влажность что дышать невозможно проклятый дождь джейдена наоборот может такими трипами накрыть что он на ногах стоять ровно не в состоянии ай ага хави а как и тит числа но в дубляже он само самообладание мне нужно один раз всего один раз однако лишь до следующей сцены в которой он просто напоминает себе что наркота лежит у него в кармане но русского нормана от одной этой мысли так дико начинает торкать триптокаин в кармане мэдисон у себя в голове звучит тупо скучнее в разы чем должна мне нужно поставить чтобы такое сделать чтобы уснуть годдам insomnia i'm totally exhausted but i just can't sleep чертова бессонница устала как собака но глаз не сомкнуть лак гаи выдаст ли из driving me crazy get up close the fridge door go to bed simple от бессонницы недолго спятить а вон чего напридумывала закрою холодильник и пойду ягу александр новиков отлично отыгравший скота шелби в мыслях персонажа начинает играть александра новикова big stick little ball never gets the point of this game маленький мячик дурацкая клюшка никогда не понимал в чем прелесть этой игры и как это я не догадался что можно починить эти машины эта озвучка вообще никакого отношения к герою не имеет вот скотт шелби хорошо отыгранный соответствующий первоисточнику да манфред здесь но он не может подойти вы не перезвоните ближе к вечеру как я рад видеть манфреда как в прежние времена какой-то озорно и у себя в голове хотя из образа он и в собственных мыслях выходить не должен озорно озорно этого само собой женную атмосферу нахер герои в стрессовых ситуациях демонстрирует парадоксальное хладнокровие я не смогу меня просто трясет я не могу смоделируем ситуацию ты слышишь что твой сын умрет если ты не выпьешь здесь и сейчас смертельный яд твоя реакция kill myself to save shone that's the keyless i'll find some other way i'm sure i can save him выпить яд чтобы спасти сына это глупо я смогу найти другой способ спасти шона смоделируем ситуацию ты отрубил себе палец металлический брусок надо прижечь рану смоделируем ситуации ты . так собрано собрано прижечь рану металлический брусок да ничего нормально сойдет все хорошо это глупости вся типа тогда вы поняли и садаря понял понял он без сознания истекает кровью что с не могло произойти и это то что я смело могу называть дубляжом герои искренне боятся за свою жизнь и паникуют в конкретных эпизодах целые сцены сюда можно вваливать и поражаться локализации think me think i gotta find some way to protect myself from the heat and smoke думаем и думай надо найти способ спастись от огня и дыма я задыхаюсь воздух жжет легкие no point trying to get out the window the jump would kill me из окна я не выпрыгнул разобьюсь насмерть inside the refrigerator it's probably tough enough it'll resist the blast through the explosion спрятаться в холодильник это мысль он может выдержать взрыв shit where'd he go can't see anything here черт куда он делся я ничего не вижу where the fuck is blake куда провалился блэйк no way he's escaping i gonna get that bastard он так просто не уйдет я его поймаю не думаю что это как-то связано с халтурой локализаторов учитывая насколько годно адаптирована вся остальная игра мне кажется им просто за три дня до релиза пришел текст с горой отдельных реплик без звука и без контекста потому что переведены они также херово как и озвучены причем как раз в мыслях то не только липсинка нет но и хронометраж у них гибкий продолжительность каждой фразы растягивается и сжимается на отоплевая карта фанга скульзе это надо очень осторожно подбирать выражение чтобы из нее что-то вытянуть надо очень осторожно подбирать выражение чтобы из нее что-то вытянуть но тут просто так может пропасть часть текста я должен пройти туда сквозь толпу ламп только буду вы схватите странный тип это твари помощи не дождешься тут нет ни малейшей связи с хронологией не внутри отдельной сцены не между эпизодами пора обедать грейс и дети меня давно ждут они только что сели за стол ванч-тайм а better not keep everyone waiting я конечно не профессиональная нянька но думаю справлюсь ты уже справился right that's about the limit of my maternal powers шон погибнет если я выберу неправильный адрес ты уже выбрал и уже на него приехал шанс там форка пти адреса потому что переводчики я думаю понятия не имели в каких условиях и в какой момент сюжета все это произносилось они не имели представление что происходит в конкретный момент времени в результате чего люди приехавшие чтобы вломиться в номер и арестовать и тона готовятся провести обыск копы они разыскивают это сейчас начнут обыск в результате чего мэдисон пытаясь спастись от взрыва хочет передвинуть холодильник потому что он тяжелее всего остального в помещении холодильник тяжелее всего так вот бы его подвинуть то из-за чего крайне годно переведена и переозвучена одна половина игры внимание к деталям и контексту в локализации второй половины игры не прослеживается абсолютно результат бессвязные наборы слов не несущих толком смысловой нагрузки и унылая озвучка которая не вписывается в происходящее полиция не ищет меня я могу просто войти в здание никто не обратит внимание таким тоном говорит не женщина которая собирается нарушить закон в здании которое пасут копы таким голосом говорит беззаботная девчушка которая в припрыжку бегает по залитому солнышком лугу и собирает обожаю его единорога обожаю обожаю просто слышал мнение что локализация heavy rain это та самая локализация которая вот лучше оригинала на это заявление за меня ответит эйдон пирс но но мне обидно за локализаторов которые прекрасно поработали над адаптацией диалоговой части игры но уж слишком массивная и ароматная какашка попала в чашу спуншем чтобы делать вид что напиток сохранил изначальный вкус и тем более что он после добавления этого ингредиента стал еще вкуснее у меня все до встречи на стоп геймру я более чем уверен что там сейчас будет музычка да есть хочется нечем перекусить я не повар но яичницу соорудить смогу если хотите ну вроде бы музыкальный ряд не должен уже что я хочу сказать денис как всегда по-своему хорош знаете что я действительно по-настоящему жду когда же уже у дениса начнут выходить ролики на его канале а я понимаю почему они не выходят он сказал что кина не будет но все таки так я все это время и жду когда же уже ну когда же они начнут уже выходить ладно что ж ребята всем спасибо за просмотр подписывайтесь кто не подписан и увидимся в следующем видеоролике всем пока пока